Всем привет, друзья! Вас приветствует компания Руфер, меня зовут Рыбаков Павел. Я неоднократно говорил в своих видеороликах про то, что в этом году я начинаю строить себе дом. Сегодняшний видеоролик как раз будет посвящен моему загородному дому. Сейчас я нахожусь на участке. В середине мая у меня начинается строительство моего загородного дома. Поэтому сегодня я хочу показать свой участок и рассказать о тех работах, которые на моем участке уже проделаны. Если вам интересна тема загородного строительства, то обязательно подпишитесь на мой канал, потому что каждую неделю я буду рассказывать о том, как правильно построить себе загородный дом. Итак, вот он мой участок. По кругу он выглядит сейчас на данный момент таким образом. Огорожен он деревянным забором. Это сухая строганная доска была, о которой мы покрасили краской текурилой. Вот, так вот он выглядит. Такая деревянная плетенка. Там вот у меня откатные ворота и калитка. Вот сейчас на данный момент я живу вот в этом доме. Примерно проживаю я в нем три года. Значит, раньше жил я в квартире. Квартиру теперь мы сдаем и вот живем вот в этом доме. Дом я буду строить. из газобетона. Газобетон 3,75 толщины, 400 плотности. Газобетонный тонк. Купил я его зимой по акции 4200 рублей за куб. Вот, приобрел я 100 кубов. Тонк, когда я ездил к ним на обучение, сказали, что они не рекомендуют клеить, клеить камень на полиуретановый клей, потому что он еще не прошел какую-то пожарную там проверку. Но многие блогеров, которых я смотрю, вот, они многие делают, короче, многие делают уже на полиуретановый клей. Поэтому я еще в раздумьях точно не решил. Также зимой еще приобрел сборно-монолитное перекрытие марка и первого этажа, и второго этажа. То есть за него я давал 500 тысяч рублей. Мы уже договорились с этими компаниями для того, чтобы они приехали и рассказали про перекрытие, рассказали про газобетонный тонк, в чем особенности этих материалов. Короче, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить эти видеоролики. Также на участке, также в том году я сделал выравнивание своего участка. Сейчас вот видите, у меня везде лежит глина. В общей сложности было привезено в районе 40 КАМАЗов, в районе 40 КАМАЗов глины. Вот, значит, за глину я вообще ничего не платил. Вот, но платил за технику. У меня три дня работал трактор, три дня работал КАМАЗ, поэтому была оплата посуточно. В общей сложности я дал за это 70 тысяч рублей. Также на этой неделе ко мне пришли ребята из ближнего зарубежья и начали копать траншеи под коммуникацией. У меня здесь в этой траншеи будет провод электрики и водяная труба. Значит, воду я буду закапывать на полтора метра, потом засыпать эту трубу землей, и на расстояние примерно метра от водяной трубы у меня будет идти электрический кабель. Вот говорят, что меньшее расстояние делать нельзя, потому что электрический кабель может пробивать, короче, воду, поэтому лучше перестраховаться, сделать расстояние минимум метр. Также на моем участке временно стоит вот такой домик для моего сына. Вот ему 20,5 года. И когда жена у меня уходит с ним гулять, они вот катаются вот с этой горки. Вот здесь вот у меня временно пока стоит батут, такие вот качели, игрушки его, которые он постоянно разбрасывает. Такой у меня хулиган. Он любит что-нибудь поломать, покидать. Вот у него такие игрушки для того, чтобы он их убивал на улице. Вот такой вот небольшой получился обзор моего дома. Если вам интересна тема загородного строительства, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что скоро я про строительство своего дома буду много рассказывать. Вот также я буду рассказывать про деньги, сколько конкретно я затрачиваю денег на строительство своего дома. Планирую я потратить в районе 5-6 миллионов рублей эта коробка с отделкой внутри и снаружи без мебели. Я уже говорил, что дома у меня будет из газобетона, два сборно-монолитных перекрытия, кровля у меня будет гибкой черепицы, пока с производителем тоже не определился. И точно знаю, что у меня будут энергоэффективные окна и отделка дома будет фиброцементным сайдингом кедрала. Короче, задача построить этот дом с учетом ввода коммуникации за 5-6 миллионов рублей. Поэтому, если вам интересна эта тема, обязательно подписывайтесь. Желаю всем, друзья мои, удачной стройки. Продолжение следует...